ЗАГС 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 Твоё имя какое? Наверное, настоящие. Галина. Почему ты Гелян? Ну, просто... Вообще, это ошибка. Я должна была быть цыганой. Отец хотел назвать честь своей матери. Но когда дошёл до ЗАГСа, ну, уже был немножко пьяный. Ну, и записали почему-то Галина. Расскажи немножко о себе. Почему ты решила... О своём творческом пути расскажи, почему ты решила выступить именно по политическим... с этим... именно с таким политическим стандартам. Ну, во-первых, потому что я из самой простой рабочей семьи. Моя мама, она всю жизнь проработала прачкой. Отец мой экскаваторщик. И в 90-е годы мы, как говорится, конкретно прочувствовали все прелести того времени. Вот. Да, мне удалось, и не скажу прямо вот конкретно удалось, но частично удалось вырваться из этого бедственного положения. Я не скажу, что я сейчас, как говорится, в чём-то нуждаюсь конкретно, но всё же. Я понимаю, что многие люди живут очень-очень плохо. Например, я держу свой магазин, небольшой, такой семейный бизнес, и знаете, что прискорбно? В основном люди записываются в долг. И ты знаешь, что он может не вернуть, или будет возвращать месяцами. Но ты ему даёшь, потому что завтра просто там его ребёнок пойдёт в школу без тетрадки, и учительница поругает. И знаете, я считаю, что ничто так не унижает народ, как нищета. Вот. Самое худшее, что вот это... Нищета унижает не только народ, нищета унижает любую личность. И это ужасно, что нас ввергает вот такую нищету. И поэтому я посчитала своим долгом выступить против. Здесь же всё власть. Да. Что бы ты вот на сегодня... Ты вот в курсе всех вот этих вот событий, да, у нас в исполнении. Что бы ты вот хотела бы увидеть... Да. Как бы ты хотела увидеть дальше вот развитие этого процесса, который происходит? Ну, во-первых, вот как вот скажу, вот как предприниматель, да, я очень много общаюсь с предпринимателями, мы часто ездим всё вместе с товарами, и все, и с каждым разом я вижу, что всё меньше и меньше, да. Что такое предприниматель на селе или в городе? Один магазин маленький, кормит две-три семьи. Вот. Я кормлю свою семью, я помогаю своей маме, я там ещё кому-то помогаю, да. Проблема в том, что у нас в республике вообще нет никакого... никакой заботы малым предпринимателям. В первую очередь, почему у нас никак в Чечне? В Чечне нету магнитов, нет пятёрочки, нет ленты. А у нас вот в Яшкуле магнит, покупочка, пятёрочка, эконом. Вы знаете, сколько из-за них закрылось предпринимателей? А те люди, которые там работают, вот они говорят, мы создали рабочие места. Я знаю, как они работают. Они в семь часов туда бегут, а возвращаются порой в двенадцать часов ночи. И ещё не факт, что им заплатят, потом бах, недостача, им дадут по три-две тысячи и всё. Это вы считаете, они поднимают экономику? Нет, я против того, чтобы у нас вот такие строились, как говорится, супермаркеты. Я считаю, что надо поднимать своих предпринимателей, своих, потому что свои предприниматели, они же кормят нас всех. Они тянут две-три семьи. Ну вот наш калмыцкий менталитет. Ну поднимется один брат, второй брат его сосёт. Там нянька звонит, там тётька, да? И он так или иначе хочет, не хочет, он всем помогает. А что дают нам эти наши супермаркеты? Конечно бы, и в первую очередь, я считаю, мне хотелось бы, чтобы у нас в Калныкии наконец-то открылся наш молочный комбинат. Чтобы у нас поднялось животноводство. Вот это бы мне хотелось на самом деле. Чтобы был подъём экономики. Вообще, мне говорят, что я ярая оппозиционерка. На самом деле, я давно уже поняла, что я лично не выступаю вот конкретно против Батума. Вот конкретно против Трапезникова. Это всё равно как Гидра. Одну голову рубишь, две вырастают. Я выступаю, чтобы проснулось гражданское сообщество. Чтобы там поняли, что с калмыками так нельзя. Что мы будем протестовать. Что народ против. Чтобы с народом стали считаться. Мы молчим, с нами не считаются. Вот и всё. Вот вы думаете, почему появился Трапезников? Вот я всё время думала об этом, да? Может быть, мы были виноваты. А я считаю, да, мы виноваты. Когда они допустили до выборов нам сыра, все это схавали, все. Скажите, какая связь, да? Нам сыра надо было допустить. Не для того, чтобы за него голосовать, а для того, чтобы у народа был выбор. И там посмотрели, схавали, схавали. Вот вам и Трапезников. Почему Бату получил 82% голосов? Почему он получил? Потому что не было реального у него противника. Вот он и получил 82%. А вы представьте, если Бату, например, получил бы не 82%, ну пусть 51%, 59%. Или выиграл в втором туре. Конечно бы уже Трапезников к нам бы не прислали. Потому что там в Кремле понимают, что Трапезников это такая спорная фигура. И куда его не пошлют, везде будет недовольство. И куда его поставили? А там, где глава имеет 82% или 81% поддержки. Значит, у главы, можно сказать, всеобщая поддержка населения. И если глава скажет, а это хороший парень, и все кивнут. Вот. Вот от этого все и вышло. Я считаю, что ошибка Бату Сергеевича была в том, что он не допустил нам сыра. Ему надо было его допустить. Многие люди, которые голосовали лично за Бату, они говорили, вот я все равно планировал проголосовать за Бату, и я за него проголосовал. Но если он допустил бы до выборов нам сыра, я бы его больше уважал. Вот. Я считаю, вот ошибка Бату Сергеевича в том, что он в свое время не допустил нам сыра Манджиева. Вот. Еще есть вопрос? Он боялся, наверное? Ну, может быть, это было нисколько его решение. Мне трудно судить. Трудно. Вот. Скажи, пожалуйста, расскажи немножко. Вот для меня вот ты резко появилась в интернет-пространстве. Резко для меня. Ну, наверное, для большего количества населения ты появилась в связи с последним твоим видео. И потом все обратили внимание на твои аккаунты в соцсетях и подписались соответственно. Ты сама говоришь, что у тебя больше подписчиков стало в связи с последним видео. Расскажи немного вот нам, да, жителям республики, кто нас смотрит, о себе, вот именно о своем творческом пути. Я вот знаю, что ты там пишешь стихи, я знаю, ты там, выражения у тебя там, какие-то прикольные, да, такие. Расскажи немножко о своем творческом пути. Ну, вообще, просто как вот получилось, что, ну, так получилось, что у меня долгое время были очень сильные дефекты речи. Очень сильные. И просто уже не могли ничего с этим сделать, ни преподаватели, никто, ну, дефекты страшные были. Это было и заикание, и карталость. И потом просто в 9 лет я решила с этим бороться, и кто-то посоветовал мне заучивать стихи. А так как у меня с памятью тоже были проблемы, ну, от природы слабая память, я решила, что, а, я сама сочиню и буду заучивать. И вот так... В 9 лет? Да. В 9 лет я стала сама писать небольшие сковороговорки, и чтобы легче было проговаривать и заучивать. Таким образом я решала свои дефекты речевые, и благодаря стихам я их решила. Кстати, это очень хороший лайфхак тем родителям, которые уже не знают, как исправить речевые дефекты своих детей. Вот. Потом я где-то в классе восьмом стала печататься в местной газете «Искра». Это были сначала стихи. Потом же в школе как-то так получилось, что я набросала несколько рассказов, ну, показала, как мне казалось там людям знающим, но они сказали, что это, ну, что это очень слабые произведения. Меня это немножко задело, и я, недолго думая, пошла в библиотеку, схватила школьный роман «Газета», вот тогда это, он и до сих пор, как говорится, один из таких влиятельных журналов, и отправила туда свои рассказы. Вот это был какой-то порыв. Я, и как раз это был выпуск «Школьный роман» газеты под редакцией Виктора Астафьева, нашего писателя классика, это был его последний выпуск. И он не только опубликовал все рассказы, он даже опубликовал все мое письмо, вступление и даже обратный адрес. Это, конечно, произвело в Яшкуле какой-то эффект взорвавшейся бомбы. И тогда меня начали приглашать… В восьмом классе? Где-то в восьмом-девятом. И тогда меня начали приглашать на различные фестивали одаренных детей, и тогда вот… Пришлось признать, что я все-таки одаренный ребенок, но родители мои не поддерживали моих творческих начинаний, они хотели, чтобы у меня была более какая-то приземленная профессия, которая бы у меня могла бы прокормить. И я, в принципе, была с ними, ну, согласна, потому что с детства, как говорится, хлебнула вот этой нищеты и нужды. Вот. Потом первая моя профессия – это был парикмахер, потом я закончила бухгалтерские курсы, получила красный диплом и тут же ушла замуж. Я много писала стихов, и многие мои стихи, как говорится, в интернет-пространстве есть. Это, например, «Калмычка», там, «Любовь к калмычке несравненная», «Пурсевские глаза», «Возгляде есть такая вера», «Она возьмет свое всегда». Ну, их много. Вот. И, в принципе, ну, в какой-то момент я поняла, что, как бы я не любила поэзию, у поэзии на данный момент очень низкий рейтинг. Очень низкий рейтинг. Это обидно, но это так. И как-то однажды я в какой-то группе заметила мистические рассказы. Прочитала, думаю, боже мой, ну такая лажа, да я уже лучше могу написать. И смотрю, а там столько лайков, столько рэпов, комментариев, да. Я посмотрела, смотрела, да я же лучше могу. И стала писать мистические рассказы. И оно как-то вот пошло. А потом я поняла, что надо не просто писать мистические рассказы, надо именно затрагивать свою, как говорится, калмыцкую культуру. Свой фольклор. Потому что сколько я вот, многие ребята начали мне писать, рассказывать свои какие-то истории. И они говорят, а мы раньше думали, что калмыкии это жадные гаишники и кирсан, который похищает инопланетяне. Я говорю, нет, ребята, у калмыков очень богатая история, очень глубокая духовность. Калмыкии это вот что-то большее, чем вам кажется. И тогда же я пошла собирать не только вот мистический фольклор. Почему-то этим мало кто занимается. Ну, я понимаю, почему не хотят, например, преподаватели серьезные умы этим заниматься, потому что сам по себе жанр мистический, он такой немного несерьезный. Я вот это собирала, обряды собирала, забытые. Вот. Братский узел. Это есть такой калмыцкий обряд, который делали раньше только женщины. Вот. Я написала вот этот рассказ на основе. Потом у меня есть рассказ-попутчик про астролога, который обрек четверых девушек-калмычек на лютую смерть. Вот. Кстати, это было на реальных. Это был реальный случай. Это случилось под Челгиром. Ну, давно мне рассказывала одна моя однокурсница. Она из Челгира. Она рассказывала, у нас там есть Бабий Яр. И была вот такая история, что четырех девушек, рожденных год огненной лошади, там бросили на смерть. Вот. Это я все собирала и писала в рассказы. И, конечно же, внимание ко мне появилось огромное. Ну, знаете, вот мне все время сестренка писала, Галина, ну, понимаешь, ты пишешь вот такие сложные вещи, ты же их притягиваешь. Почему ты не хочешь перейти на более веселый жанр? Вот. И я просто решила попробовать, попробовать себя в стиле стендап. Мне вообще интересно жить. Мне интересно что-то новое пробовать. Поэтому я решила попробовать, хотя я себе не считала никогда смешной. Ну, и как-то это само по себе выстрелило. Вот. Более двадцати лет писала стихи, а краса надо было. Вот. Такой парадокс. Ну да, это, наверное, получилось у тебя хорошо говорить под камеру благодаря стихам, да? Да, потому что стихи, они формируют красивое, логическое мышление, и они помогают стрелять в самую суть. Ну да, потому что вот в том этом было прям как раз шатко. Да. Точно. Когда его воруют, он в разных концертах мира выкидывает. Да, да. Потому что он нам оттуда, говорит, шатко нет. А что ты, ты ходишь на митинги? Ты поезжала на митинги? Я вот честно говорю, честно говорю, я ни на одной митинги не была. Это не двойные стандарты. У меня просто трое детей. Один маленький сосед. Он в нас в садик пошел. Один день ходим, два дня болеем. Еще свекровь нам не пожелаю, а родители пенсионеры. Что ты пожелаешь нашим ребятам, активистам? И вообще как ты к ним относишься? Я? Нормально отношусь. Мне, знаете, противно наблюдать за нашими калмыками, которые выслуживаются перед начальством. Противно. Просто хочется плюнуть, встать и выйти. Мы же не такие. Мы же воины. Почему мы такие стали? Ради чего? Ради зарплаты 15 тысяч? Ради чего? Мы же воины. И каждый при этом говорит, я молчу, потому что боюсь потерять работу. Вот если бы другие не молчали, я бы тоже не молчал. Я считаю, что надо не молчать. Потому что мне все время говорили, что ты постоянно бегаешь, что ты постоянно со всеми судишься, что ты постоянно с кем-то воюешь. Ты этим ничего не докажешь. На самом деле, знаете, вот у меня реально был случай, когда так получилось, это были очень трагические моменты моей жизни, когда мой сын пострадал в результате халатности нашей местной администрации. И я подала в суд, и я пошла против администрации. Конечно, меня облили помоями, даже я столкнулась с предательством со стороны близких людей. Но я заставила выплатить мне компенсацию. Ну, казалось бы, что, да? Следом за мной, опять-таки, тоже какая-то простая девушка. У нее не было там ни связи, ничего. Ее ребенок пострадал в детском садике, да? Это вот, ну, реально пострадал, и ей не принесли извинения. Вот если бы принесли бы извинения, чисто по-нашему, по-калмыцки, да? Она подала в суд и не испугалась, и следом за мной выиграла. То есть для нее это послужило примером. Примером. И я считаю, что, знаете, вот у меня все время вот сейчас, может быть, и говорят, что я немножко приутихла, да? Раньше я, как сказать, протоптала, протоптывала дорожку прокуратуру. Я постоянно писала президенту. Я заставляла, чтобы у нас был порядок, чтобы не были открыты люки, чтобы не бегали собаки по двору, да? Вот. А потом я это перестала делать, и действительно власть как-то реагировала, что-то делала. Потом я перестала это делать, потому что я забеременела, и мне не хотелось, ну, притягивать себе еще негатив. И мне начали приходить и говорить, Галина, а что ты замолчала, а? Ну, давай, давай, ты же, ты же. Я говорю, а что вы? Не, нас уволят, у нас там проблемы будут. Я говорю, а почему я должна? Давайте пробуждайтесь, пробуждайтесь. И потом я посмотрела, действительно, ну, не сказать прям кто-то прям ярко выстрелил, вылез, да? Ну, потихоньку все начинают роптать, потихонечку. Ну, вот я же вышла, я судилась в налоговой, они мне вот глаза заявляли, вы у нас в черном списке. Я судилась с администрацией, да? И мне говорили, как ты собралась жить дальше в Яшкуле? Ты со всеми испортила отношения, ты нерукопожатное лицо, как мне сказали. Ну, я же живу, живу и неплохо живу, и работаю, и все смотрят, что с человеком ничего не стало, кирпич на него не упал. Ну, может быть, он должен где-то там был упасть? Ну, я отбегала. Может, и упадет? Может быть, и упадет. Угрозы мне поступали. В связи с этим ты не боишься, у тебя же бизнес, ты будешь в магазин, да? Ты не боишься, что налоговые какие-нибудь неорганизации будут тебе, ну, препятствия это начали? А, а вы знаете, да, вот, когда меня начали вот прессовать, прессовать, я начала активно сопротивляться. Активно сопротивляться. И потом, да, вот, даже дошло до того, ну, я не знаю, как вот у меня получается, да, не знаю, может быть, это сильное желание. Когда начали уже конкретные там службы на это реагировать, когда начали писать в федеральных газетах, они сами от меня отскакивали. Сами. И уже даже, знаете, нутки уважения появились. Они боятся публичности, они боятся камеры, они боятся этого. Это уже понятно, мы из-за этого говорим уже. Причем, когда ты выйдешь на публику, тогда все уже, они другими. Мы же ходим депутатам, мы это все показываем, они другими становятся. Да, другими становятся. Что ты посоветуешь вот таким людям, которые молчат? Ну, знаете, тут я немножко философски отвечу. Я наблюдала вот такую картину, да, что человек выбирает себе два типа поведения. Либо он выслуживается, и ему нет-нет кидает кость. Ну, это кость, а могут и не кинуть. Либо он заставляет собой считаться. Да, это трудно, да, это сложно и даже опасно. Но потом с ним начинает считаться. И его начинает уважать. И ему уже не кидает кость. Ему говорят, садитесь за стол. Давайте мы все вместе обговорим. Давайте мы все вместе решим. И вот ваше заслуженное. Вот то, на что вы имеете по праву. Я хочу, чтобы люди бились за то, что они имеют по праву, а не выслуживались ради того, чтобы им хоть иногда кидали кость. Надо себя уважать. До свидания.